Древнеславянская буквица имела 49 буквиц. Для перевода Библии Кирилл и Мефодий переделали нашу древнеславянскую буквицу и убрали из нее пять букв, а трем дали другое название. Ярослав Мудрый своей мудростью убрал еще одну букву. Реформатор же Петр I убрал еще пять букв. Царь Николай II убрал еще три. После революции 1917 года Луначарский убрал еще три буквы и добавил букву ЙО. Луначарский также убрал образы из буквицы, оставив только фонемы, то есть язык стал безобразным, то есть безобразным. Это катастрофическое урезание нашего родного языка ведет не только к деградации самого языка, но и ума людей, которые пользуются этим языком. Славянская азбука – уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма. Она отличается от других алфавитов не только совершенным воплощением принципа однозначности графического отображения «один звук, одна буква». В этой азбуке и только в ней есть содержание. И в этом мы сейчас убедимся сами. До реформы 1918 года каждая буква азбуки также имела свое название. Каждая буква стояла на своем месте. Славянская азбука – это не только набор букв, соответствующих звукам. Это еще целое послание к славянам, расшифрованное впервые нашим автором. Для начала давайте вспомним фразу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Она известна каждому с детства и позволяет легко запомнить последовательность цветов радуги. Это так называемый акрофонический способ запоминания. Каждое слово фразы начинается с той буквы, что и название цвета. Каждый – красный, охотник – оранжевый и так далее. Давайте же прочитаем послание наших предков, нам, ныне живущим. Аз – это Бог, живущий и созидающий на земле. Начало, изначали, исток. Един, единый, единственный. Человек и я. Обратите внимание, аз – это я. Первая буква в азбуке, а не последняя, как в современном алфавите. Потому что именно с меня и начинается мой мир, моя вселенная. Буки. Бог. Множество богов. Божественное. Множество. Превосходящее. Преобладающее. Большие. Есть еще один интересный момент. До 1700 года каждая буква в азбуке имела свое числовое значение. Например, А – один, Д – это четыре, С – двести и так далее. Арабские цифры были введены Петром Первым. До этого все числа обозначались буквами. Веде. Мудрость на земле и небесах Ведею. Множество. Собранное воедино. Определенность. Направленность. Связующее звено между двумя системами. Взаимосвязь. Наполненность. Мудрость и знание. Глаголь. Передача мудрости, движения, истечения, поток и направление. Добро. Развитие. Достаток. Накопление. Моножение. Приобретение. Созданность. Находящееся над чем-то. Преобладание. Сверх того, что есть. Полнота. Гармония. Возвышение. Поднятие. Преуспевание. Целостность. Есть. Пять элементов жизни. Земная планетарная форма жизни, бытие. Нахождение в проявленном состоянии. Есмь. Это связка. Определение. Аз. Есмь. Царь. Множественность в существовании. Разнообразие. Многоплановость. Многомерность. Обсуждение и рассуждение применительно к определенной точке. Точкой может быть все. Живот. Жизнь многогранная. Вселенная форма. Преобразование. Преобразование. Изменения. Зарождение. Рост. Достижение определенного предела. За которым проявляется новый путь. Эволюция. И мутация. Зело. Это имеет много значений. Как неизведанное. Сверх. Очень. Весьма. Много. Не познанное нами. Находящееся вне рамок нашего восприятия. Земля. Почва. Вселенная. Структура. Планета. Форма жизни. Иже. Соединение. Единство. Равновесие. Гармония. Истина. Бытийная. И. И. Кратко. Малая часть. Просвет. Вспышка. Пробуждение. Ижеи. Уравнивать. Вселенские понятия. Истина. Вселенского уровня. Уже давно доказано, что все живое и даже неживое в этом мире реагирует на звуки. Звуки могут улучшить или тормозить рост растений. Влиять на рост микроорганизмов. С помощью звука можно даже изменять сознание человека. Такого. Пока. Самилия. Самилия. Возвращение. Возвращение.